Пистолет страйкбольный от компании Gigi, модель G1911. Вставляется в картонной коробке, довольно стильный. Кстати, у Gigi с дизайном, как всегда, все в порядке. В комплект входит сам пистолет и инструкция. Достаточно минималистичная. Как видим, сам пистолет является копией пистолета G1911. Ну, такой условной копией. Разумеется, здесь механизмы не будут работать так же, как на настоящем пистолете. Торчит и винт, плюс сам пистолет полностью пластиковый. Пурок живой уже неплохо, но блоу-бэк, как таковой, отсутствует. Очень сильно я удивился. Взглянув на цену, практически 6 тысяч рублей. Вопрос, за что? За пластиковый пистолет на газовом баллоне 6 тысяч рублей без блоу-бэка. Черт возьми, это, по-моему, самый дорогой пластиковый пистолет на рынке, который я вообще когда-либо видел. Особенно, смотря полностью на рынок, вспоминаем VE. Шикарно выглядит, все работает как нужно. Еще и на грин-газе с блоу-бэками, со всякими плюшками или той же самой KG-Works, по-моему. Те просят примерно такие же деньги, но, может быть, на тысячу рублей больше. Вопрос, зачем за это платить 6 тысяч? Может быть, любители GG, любители Strike Bull'а нам подскажут. Ну, как видите, пистолет у нас газобаллонный. Магазин полноразмерный уже неплохо, хотя наполовину, опять же, пластиковый. Войдет у нас туда 16 шариков калибра 6 миллиметров. Скорость я буду мерить пулей 0.25, по-моему. Скорость отличная, но слишком большая для ближней дистанции, для чего этот пистолет предназначен. В общем, для чего он нужен, я честно не понимаю. Он дороговат. Да, он хорошо собран. GG достаточно качественная продукция, но 6 тысяч рублей лично я бы за этот пистолет не дал. Но, как я уже сказал, есть любители Strike Bull'а и есть хоть какие-то аргументы в пользу данного изделия. Разумеется, относительно всего рынка. В общем, буду ждать комментариев на эту тему.